даже нету чуть 9 утра мы уже успели получать встать позавтракать собраться встретиться позавтракать еще раз сейчас нас ждет удивительное приключение сейчас чуть про проедемся потом чуть-чуть пролетимся буквально поужинаем пару минут и день закончился вот такой интересный день весело-весело если есть какой-нибудь сериальчик пишите в комментариях посмотрим наборя что-то ничего интересного нету нового значит что мы имеем данную минуту дорога тула домодедово занялась чуть больше времени во первых спасибо офицерам полиции которые полчаса держали нас на месте потому что им надо было проверить наш автобус затем мы помогали рабочим укладывать дорогу трассе м2 и вместо двух часов которым должны были ехать мы ехали три с половиной сдаем багаж в лифт идем на фаст трек из фаст трека уже самолет и летим на сибирск играть волейбол ну четыре часа в принципе не так страшно потому что это один фильм четыре песни 15 минут игры в одну игру и 20 другую таймы значит во сколько в час 30 дня прилетаем в 9 часов вечера такие вот вот такие вот моментики нас тоже ждут а роман порошин будет лететь по центру рома любит играть с центрами и поэтому его посадили в центр вот так как я крайний игрок я сижу спокойненько с краешку а так как юрий у нас олимпийский чемпион в классе вот он вот она разница я ручной клади у нас андрюха марченко летит на вот на одних полках которые сверху размещаете андрюху либо под ногами кресел андрюха он такой ему предстоит там хватит полежит хоть отдохнет мне нравится на музей-берск почему не шорты карло человеке старые меня слишком на сушке да да у меня есть и на и 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 Но для меня это не так, но для меня это не так. Для меня это не так. Хорошо. Как вы чувствуете? Хорошо. Джонни здесь, очень счастливый. Он проводит все время. Мы будем веселиться, мы будем играть. И мы увидим, как это закончится. И потихоньку адаптируемся ко времени. Четыре, конечно, часа, это прям существенно. Добавить себе пробу. Это не так. Продолжение следует. Ставим! Продолжение следует. Продолжение следует. Не снимай, не снимай Теперь, короче, разворачивайся и уходите под их рукой Заболел? 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 Стараемся потихонечку набирать игровой тонус и готовимся к кубковому матчу первому И потом еще у нас ответные дома, поэтому много игр с локомотивом впереди Разбираем соперника тщательно На мой взгляд, тяжеловато все время играть с одним соперником несколько матчей подряд Потому что это просто тяжело, тем более с сильным соперником Они уже давно доказывают, что это топ-команда В этом сезоне, наверное, сменилась связка И уже после того, как Лызик и Куркаев пришли в первую команду Сразу, наверное, стала визитная карточка Это большое количество игр в центре Я думаю, что игра, которая нам предстоит, ничего нового они не будут придумывать Потому что это хорошо работает, это приносит результат И нет никаких, скажем так, предпосылок, чтобы это менять Свеча, освобождение Свеча, освобождение Свеча, освобождение В vetwork Сезон Эй! Дюй! Бой? Живо! Субтитры сделал DimaTorzok Макдобл Полный зал, классная арена, замечательная атмосфера здесь, да? Давайте просто кайфанем, насладимся сегодняшним днем И Леонид Статинович сказал, что Локомотив сегодня... Как это? Ну, на ставках Фаворит Локомотив сегодня фаворит на всякий случай Давай, погнали, парни, все вместе Мы СИО! В зале Хей-хей-хей Продолжение следует... 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 В последнее время не то что победы, даже партию здесь было тяжело взять, потому что один из немногих залов, который всегда битком и активно поддерживает свою команду. Командная игра, все, наверное, сделали ту работу, которую от них ждали, о которой тренер говорил и все сложилось. Вот, а в пятый ключевой мяч, на мой взгляд, это вообще когда вторая была подача, переходящий мяч, и Серега Червяков заблокировал лейзик. Вот это был ключевой мяч, на мой взгляд. Добавили в защите и смогли уже слонить в верниках. Я ребятам не сказал, что мы не заслужили сегодня выиграть, потому что нельзя таким способом проигрывать. Можно проиграть, но не таким способом проигрывать две партии. Мы проиграем две партии без боя, и поэтому не заслужили сегодня выиграть. Это основное. Такие игры надо играть каждую очко, каждую партию. По уровню команды очень близкие, и таких разрывов не должно быть. Есть такая графа, не только счет в партии, но и по выигранным очкам. И здесь они нас с лихвой обошли, поэтому было бы несправедливо, если бы они пятую партию проиграли. Но, тем не менее, такое бывает. В Белгород поздравляю с победой. На самом деле очень круто здесь играть. Болельщики достаточно активные. Даже был момент сегодня, когда Мухаммед подавал, и была тишина-тишина, и в какой-то момент ему крикнули. Я говорю, это впервые такое встречи. Ну и в целом, мы очень доброжелательные болельщики. Они полеют не против команды, а за волейбол, наверное, больше, ну и поддерживают свою команду. Поэтому очень круто здесь играть. Мне очень нравится. Офин, как тебе новая форма? Класс. Класс. Да, это же новое, интересное. Белгород любит и не стесняется экспериментировать, и это очень крутой опыт. Благое дело, оно всегда благое, да, на благо людей. Поэтому плюс к тому, что сегодня победили, я думаю, это хороший такой стимул. Поэтому всех ждем в Туле, на арене, и поможем, чем можем. Продолжение следует...